Привет всем тем, кто выбирает экологическое земледелие. Меня зовут Лиза, и я агроном, садовод и фермер по органической продукции. Через год я уже получу магистрский диплом агронома. Но учеба только помогла мне понять, что нужно придерживаться природного органического земледелия. Но сколько споров и вопросов я прошла за это время, просто не перечесть. Но свои убеждения нужно поддерживать делом, а не словами. Согласны? Знаете поговорку, лучший бизнес это монетизированное хобби. И так как я очень люблю выращивать, я решила превратить это в бизнес. Теперь у меня стартап на органической малине. Моя история пошла от обратного. Я сначала засадила поле малины, а потом уже поступила в магистратуру на второе высшее образование в аграрный институт. Хотя у меня было уже достаточно навыков и знаний. Но тот, кто хочет добиться успеха, всегда должен изучать что-то новое и пробовать в том числе. Сейчас у меня гектар, который это весной еще будет досаживаться и вы сможете это увидеть. Как в голову пришли ягодные, я до сих пор не знаю. Знаете, когда есть цель и мечта, под нее все складывается само собой. Хотя складывалось не все так гладко. В прошлом году я хотела купить участок под эти цели, но не нашла достойного. То далеко, то без электричества, то цена рваческая. Поэтому пришлось взять в аренду. Но я решила так. Год-два я пока тут, оттачиваю свою агротехнику, определяю с лучшими сортами, а потом уже буду масштабироваться и покупать гектары. Ценность моей затеи это доказать, что можно выращивать экологический урожай с прибылью. Мне бы хотелось, чтобы вы прошли этот путь со мной от начала и вынесли действенные советы. Как таковой, общепринятой экологической агротехники для защиты малины нет. Поэтому совместно с моими знаниями, опытом микробиологов и агрономов-экодачника, другими специалистами по органическому земледелию, мы обязательно ее не двигаем. Но надо учитывать, что Ленобласть это не просто зона рискового земледелия. У нас каждый год что-то новенькое. То засуха, то мало солнечных дней, то холод. Посмотрите, 8 апреля у нас еще не сошел снег. В этом году весна очень затяжна. Именно поэтому я хочу разработать один бюджетный агроприем, который, кстати, является темой моей дипломной работы. Но об этом в следующих сериях. До встречи! Спасибо!